Узнать о истории родной страны то, что не пишут в учебниках. Времена до Петровской России юные саровчане открывают для себя на уроках Василия Киселева. Свой проект «Потешные баталии. Уроки живой истории для детей» Василий представил комиссии акселератора «Путь к успеху». По итогу отбора жюри выберет 10 достойных проектов, которые пройдут в финал грантового конкурса на получение финансовой поддержки на реализацию своей идеи. В презентации понятное дело более подробно про мой бизнес-план, как я все это планирую делать. В общем-то я прошу дотацию на материалы для изготовления реквизита, а после чего этот самый реквизит мы собираемся как раз использовать и из этого извлекать некую прибыль. В данном случае мы занимаемся по-прежнему военно-патриотическим воспитанием молодежи, то есть содействуем возникновению патриотических настроений. Пять минут на защиту проекта и еще пять на вопросы комиссии. Регламент выступлений участников был жестким. Всего в акселераторе приняли участие больше 30 саровских предпринимателей. До полуфинала дошло 18 проектов. Конкурсанты прошли большой путь, получили новые знания, стали настоящей командой. В рамках акселератора участники посещали образовательные мероприятия, учились разрабатывать бизнес-планы. Каждая лекция просто на вес золота. Сейчас такой материал можно получить только на каких-то платных курсах. А здесь это дают все абсолютно безвозмездно. Очень качественная работа, индивидуально, с каждым. Это дорогого стоит. Очень большое спасибо Центру поддержки предпринимательства. Такие проекты, как «Путь к успеху» – это шанс предпринимателям, не только начинающим, но и которым уже первый день в бизнесе, дать стартовый капитал. Главная задача программы – предоставить общественности лучшие российские практики в сфере социального предпринимательства. А жителям и организациям возможность заявить о собственных социальных проектах и получить финансовую поддержку на их реализацию. За это время финансовую поддержку получили 12 царовских проектов на развитие собственного социального бизнеса. Проведение «Акселератора» стало возможным благодаря объединению усилий Ассоциаций промышленников-предпринимателей, Центра инноваций социальной сферы и Центра поддержки предпринимательства, конечно. Все это проводится при поддержке Министерства внутренней политики, Министерства промышленности Нижегородской области. И поддержку нашим предпринимателям оказывает наше городообразующее предприятие. По итогу защиты комиссия выбрала 10 финалистов, которые 1 декабря отправятся на торжественную церемонию подведения итогов в Нижний Новгород. Финансовую поддержку до 150 тысяч рублей по итогу получат 5 финалистов. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.